Сегодня в программе «Свободное время» мы узнаем, почему культурная жизнь Омска ушла гулять по улицам. О том, где будет интересно этим летом и как не пройти мимо главных развлечений города, расскажет заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. Здравствуйте, Анна Леонидовна. Омск начинает привыкать к уличной жизни в хорошем смысле. И культурная жизнь уже вышла за пределы учреждения культуры и кипит в самом сердце города на Любинском проспекте. Вот расскажите, как родилась концепция «Любинский лайф» и какие изменения претерпела с начала своей жизни? Действительно, «Любинский лайф» – это такой наш большой проект, наше детище. В прошлом году был первый вариант его внедрения этого проекта, в 2018 году. В этом году мы его продолжаем, но, как я всегда говорю, любой проект для того, чтобы он жил и для того, чтобы он развивался, он должен постоянно меняться. В рамках проекта «Любинский лайф» реализуется целый ряд мероприятий, которые связаны между собой общей идеей. На самом деле идея заключается в следующем. Мы хотим сделать амичей более активными, чтобы они принимали большее участие в жизни города. Есть какая-то обратная связь, на которую вы ориентировались, когда готовили в этом году программу «Любинский лайф»? Да, конечно. Мы очень чутко прислушивались к тем отзывам, которые были по итогам прошлого года. Поэтому именно нами было принято решение несколько изменить проект. Ну, что мы в нем поменяли, а что оставили? В прошлом году впервые на Любинском прошла масленица, масленичное гуляние на Любинском. И это вызвало положительный отклик. И, собственно говоря, это была инициатива общественности. И эту идею, как я сказала, мы поддержали. В прошлом году на масленицу у нас пришло порядка 4 тысяч человек. В этом году 15 тысяч человек. Я думаю, что это цифры говорят сами за себя. Конечно, это проект очень востребованный. Первый новый проект, который в Любинске влился, это городской пикник. Очень популярное мероприятие, горячо поддерживаемое всеми. Конечно, это было мужественное решение со стороны организаторов, перенести его на Любинский проспект. Это, конечно, эксперимент чистой воды. Мы надеемся, что он удастся. Вы говорили о пикнике. В связи с тем, что площадка меняется, какие изменения ждут? И что новенького увидят омичи на пикнике? Поместятся ли все желающие до конца? Ну, я думаю, что поместятся, потому что пространство большое. Задействованы улица Ленина и сквер Дзержинского. И, что интересно, на пикнике все привыкли валяться на травке, слушать музыку, потому что, прежде всего, пикник – это, конечно, музыкальные площадки. Их будет три. И для того, чтобы была у вас возможность поваляться, опять же, на травке, организаторы делают огромный-огромный искусственный газон, соответственно, с подушками, с баблами, которые будут размещаться на проезжей части улицы Ленина перед сценой. Пикник – это нечто такое очень уютное, домашнее. Поэтому основная концепция пикника – это квартира. Там будет представлена зона и ванной комнаты, и гостиной, выполненной, кстати, в стилистике советского времени, и многие-многие другие локации, где будет чем заняться весь день с 11 до 21 часа. Еще одна новинка программы «Любинский лайф» – это ночь музыки. Это такая калька ночи в музеях. И вообще, почему такие ночи входят в моду? Тот проект, который впервые мы реализовывали в 2018 году, это вообще невероятная атмосфера, которая царила на Любинском проспекте. И это такое культурное единение было всех людей, которые пришли в этот день на улицу Ленина. А их было немало, их было 20 тысяч человек. Это если учесть, что впервые у нас была проведена ночь музыки. Мы очень хотим его повторить и стремимся к тому, чтобы развивать этот проект. Потому что в следующем году мы хотим «Ночь музыки», Омск «Ночь музыки», так скажем, расширить до Сибирь «Ночь музыки». Плюс, конечно, есть планы использования этого события как такого туристского. Так же, как в Европе. В Европе вообще традиция опен-эров очень развита. А вы, когда готовили концепцию Любинского лайфа, как-то ориентировались на зарубежный опыт или нет? Безусловно. Мы, конечно, не стремимся к тому, чтобы изобретать велосипед. Мы стремимся к тому, чтобы использовать лучшие мировые и отечественные практики. Ну, например, опять же, в рамках Любинского лайфа летом, в августе, 24 августа, состоится гастрономический фестиваль «Вкусный Любинский». Это тоже такая мировая практика. То есть гастрономические мероприятия, гастрономические туры сейчас чрезвычайно популярны. Это связано с тем, что люди хотят через гастрономические вещи познать нечто большее. Они, опять же, хотят познать культуру тех или иных мест. И мы надеемся, что Любинский 24 августа действительно будет вкусным. Вы сказали, что в прошлом году люди активно подавали заявки на участие. Как будет обстоять в этом году дело? То есть тоже подаются заявки? Да, конечно. В этом году субботы, которые были в прошлом, и в этом, где можно себя проявить, они продолжатся. Будут таких суббот всего 5 за лето. Это в июне, если мне память не изменяет, 29 июня, 6 июля, 27 июля и 10 и 17 августа. Также мы принимаем заявки. Будет одна большая площадка, на которой все смогут заявить о себе. То есть это будет такой микс из разных-разных жанров, стилей и направлений. Площадка эта будет располагаться возле памятника Ленину. Поэтому мы всех призываем, тех, кто где-то там поет под гитару в переходе, приходите, выходите на свет, приходите к нам на Любинский лайф, заявляйте о себе. И что самое интересное, некоторые из этих коллективов становятся востребованными. То есть их приглашают для участия в других проектах, их приглашают выступать на различных площадках. То есть это замечательная возможность еще и заявить о себе и проложить себе какой-то путь для развития. Что еще интересного происходит на Любинском? Совсем недавно были на театральной экскурсии, замечен был Колчак, Любочка. Вообще заметно, что в городе очень много необычных экскурсий появилось. Но пока на них, ну, как мне кажется, достаточно узкий спрос. Вот как привлечь к ним внимание и, быть может, вывести на новый уровень экскурсионные туры, чтобы привлечь уже иностранцев? В этом году мы третий раз, кстати, на Любинском будем проводить экскурсионный флешмоб. 31 августа он будет таким завершением, такой логической такой точкой этого сезона. Новые экскурсии, опять же, необходимо работать над их продвижением, необходимо доносить просто до мечей информацию о наличии этих экскурсий, конечно. Ну и что касается иностранных туристов, опять же, ежедневно наш туристский информационный центр принимает таких туристов. Буквально недавно была такая интересная история, когда приехали финны, зашли в туристский информационный центр, говорят, мы хотим экскурсию обязательно с посещением вашего метро. Но наши экскурсоводы не растерялись, они не стали разочаровывать финнов, они провели им экскурсию по центру города, довели до единственной станции метро, показали ее, спустили с нее и так далее. Но финны оценили наш юмор и наше такое оптимистическое отношение ко всему происходящему. Планирует ли эта бурная культурная жизнь на Любинском уходить в зиму, в осень, потому что вот вы сами говорили о масленичных гуляниях, это было весной, еще достаточно холодно. Ну, на самом деле, такие идеи у нас есть. Я всегда говорю, что зима у нас длится фактически полгода, и впадать в культурную спячку или вообще в спячку на полгода, это, конечно, недопустимо. Поэтому мы работаем в направлении зимних активностей, зимних ивентов. Вопрос в том, что, опять же, необходимо раскачивать людей, повышать их активность, чтобы они не боялись зимой выходить из своих квартир, они понимали, что они не замерзнут. Когда будут двигаться. Да, опять же, когда будут двигаться, ну и создавать определенные условия. То есть я думаю, что за этим большое будущее, исходя, опять же, из того, что зимой, зима у нас очень длинная, и в отличие от летних ивентов, зимний проводить проще. Вот я думаю, что такая активность, она зимой тоже должна иметь место, поскольку вот те же страны Северной Европы, конечно, можно возразить мне и сказать, что у них климат не сравним с нашим. Да, конечно, но температура у них выше, но при этом у них выше влажность, сильнее ветер, и тоже условия не самые комфортные. Вот в этих странах не наблюдается такой разницы между активностью людей в зимний период времени и в летний. Я думаю, что мы тоже должны к этому стремиться, тем более, что мы сибиряки. Анна Леонидовна, вы с таким энтузиазмом придумываете, как мечам интереснее провести свободное время, а как его пробудете вы сами? Свободного времени, к сожалению, не так много, как хотелось бы, но когда оно есть, у меня есть несколько хобби. Ну, прежде всего, я не мыслю свою жизнь без чтения, и читаю я ежедневно, это в основном художественная литература, и, конечно, я не мыслю свою жизнь без спорта. Я езжу на работу на велосипеде, что зимой я занимаюсь лыжами, хожу в походы, несмотря на свою работу, но тем не менее, когда у меня есть отпуск, обязательно провожу его активно. Спасибо вам большое за этот рассказ. Думаю, что обязательно стоит посетить Любинский лайф и не сидеть дома в любое время года. Спасибо. Спасибо, приходите. В музее имени Врубеля летнее настроение. На выставке, посвященной отдыху и каникулам, кроме картины и скульптур, можно увидеть радугу. В середине недели отправляйтесь в Пятый театр на встречу с мнимым больным по пьесе Мольера. Фарижский вельможа мнит себя неизлечимо больным, а горе-доктор ему подыгрывает. Юных зрителей в Тюзи ждет волшебник изумрудного города. История о девочке, которую ураган перенес в волшебную страну, стала мюзиклом. В прокат на этой неделе выходит фильм «Берлин, я люблю тебя». Это история обычных людей в большом городе. В главных ролях Кира Найтли и Микки Рурк. Классическую рок-вечеринку устроит Омский симфонический оркестр. «Ромембо-рок-парк» — это концерт и воспоминания о музыкальном фестивале под открытым небом в симфорок-парке. Оркестр исполнит хиты «Квинт», «Пингфлойд», «Скорпианс» и другие. В субботу можно отправиться в прошлое вместо машины времени трамвай, который перенесет пассажиров в далекие 60-е. Атмосферу создадут актеры ЦСД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова